За прошедшие сутки в области была зарегистрирована всего одна так называемая ландшафтная термоточка. Ситуация с лесными пожарами нормализовалась и с большой долей вероятности особый период с запретом костров, установленный до 23 мая, продлевать не будут. Подробнее Александр Попов. Поймать за руку поджигателей травы практически невозможно. В Болотненском районе с помощью квадрокоптера удалось. Фермерам грозит суд и достаточно существенный штраф. Горячие майские праздничные выходные дни с десятками пожаров ежедневно закончились. Вот полутора тысячами патрульно-маневрных групп эти пожары обслуживались, тушились, охарауливались и привели, вот пришли мы к этому результату, что все пожары на сегодняшний день потушены, силы и средства находятся в состоянии готовности к реагированию на новые возникающие пожары. На сегодня было зарегистрировано всего одно возгорание. Это действительно заслуга не только более сотни пожарных частей, но и шести тысяч участников маневренных групп, а также трехсот добровольных команд. В одной из которых глава Васинского сельсовета. Пожарная амуниция у него весь май в багажнике. С собой в наличии две емкости по 50 литров воды и три ранцевых огнетушителя. Одежда, какая есть, то и тушим. И в джинсах бывает, и в кроссовках, и в туфлях, и в пиджаках, и в куртках. За пять лет существования в Васинской добровольной команде удалось выбить себе старенькую, но боевую пожарную машину. Поменяли аккумулятор, радиатор, подремонтировали маленько ходовку, все, что можно. Если Павла Дуренна идет, например, на поселок, что нам делать? Конечно, на ней выезжаем. Без нее теперь никак. Вспоминают, что, к примеру, деревню Курундуз в начале мая без своей 50-летней железной помощницы не спасли бы. Огонь подошел практически вот до заборов. Заборы сгорели, дома десяточком уже были. Удалось спасти тем, что вовне прибыли пожарные машины. Только Васинская команда своими силами потушила больше десятка пожаров. А по области добровольцы и маневренные группы в отдельные праздничные майские дни справлялись сотнями ландшафтных возгораний. Для небольших и отдаленных населенных пунктов маневренные группы становятся спасением. Им удается быстро реагировать и быть первыми на ландшафтных пожарах оказывать помощь при тушении домов. А этого в большинстве случаев достаточно, чтобы локализовать и остановить распространение огня. Александр Попов, Константин Менин, Новости ОТС.